Мур, привет друг, это Зверько. Вот увидел свет рождения брат Гассена, Эйман. И в этом видео я расскажу как им побеждать, покажу самую результативную сборку и как получать удовольствие от боев на нем. Но если вдруг у тебя не хватило БО на Эймана, то его можно купить через Кодошоп. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Давай начнем разбор с навыков. Описание их сложное, но применять довольно легко. Пассивка. Применение навыков активирует маскировку Эймона. Она похожа на маскировку Карины или Лесли. То есть, ты не можешь быть целью навыка или автоатаки, но тебя могут зацеплять направляемым навыком. Например, первый навык Циклопа. Но это не просто маскировка, она дает еще кучу бонусов. Первое. И самое полезное. Эймон начинает исцеляться в маскировке. И чем больше здоровья он потерял, тем сильнее исцеление. Второе. Входя в маскировку, убийца получает ускорение для бега. Третье. Выход из маскировки накладывает баф, который усиливает твою автоатаку на 2,5 секунды. В это время и радиус атаки увеличивается, и первой атакой Эймон прыгает к противнику. Вдобавок, сокращается перезарядка навыков, и накапливаются стаки в форме клинка над головой персонажа. Четвертое. Находясь в режиме маскировки, постоянно накапливаются стаки. И когда их становится 5, базовая атака или атака навыком подкрепляется уроном осколков, которые потом высыпаются на землю и усиливают ульту. Я стараюсь объяснять максимально просто и точно, но понимаю, что звучит довольно сложно и массивно. Не страшно. Я объясню, как этим пользоваться чуть позже. Первый навык. Это бросок осколкового врага и быстрый вход в маскировку. Расстояние среднее. У навыка быстрая анимация, и ты также быстро входишь в режим маскировки. Быстро-быстро-быстро. Это важно. Вдобавок, опять же, быстрая перезарядка. Усиленные автоатаки еще больше ускоряют перезарядку. Практически постоянный инвиз. Второй навык. Это прицельный бросок осколока на дальнее расстояние. Попадание во врага замедлит жертву, а осколок, быстро вернувшись, даст маскировку. Если навык просто применить в воздух, то осколок, не попав в цель, просто болтанется в воздухе, после чего вернется и все равно наложит маскировку. У этого навыка перезарядка длиннее, но есть и разница в механике работы. Первым навыком можно атаковать даже миньонов, чтобы быстро замаскироваться. А второй навык более длительный по анимации и миньонов за врага не считает, пролетая насквозь. Поэтому для более быстрой активации можно кидать осколок в направлении бега, в лесных крипов или в героев противника. И прекрасный навык. Ульта. Цель. На порядочном расстоянии получают урон дважды. Чем меньше здоровье цели, тем сильнее урон. Чем больше на земле и подготовленных в пассивке осколков, тем больше урона. Ульта. Это навык добивания. Видишь, что у жертвы меньше, чем 30% здоровья, можешь использовать. И пользуясь случаем, передаю привет балбесам, которые начинают атаку на Бальманде с ульты. Кстати, ульта тоже дает маскировку. Итак, слов много и все так запутано. Но на практике геймплей Эймона это как игра на музыкальном инструменте. Тебе нужно всего лишь соблюдать темп. Примерно две четверти. Во время фарма леса, а Эйман это лесник, прожимаешь навык, потом 2,5 секунды усиленных автоатак, потом второй навык, и опять 2,5 секунды атакуешь автоатаками. С живым же противником, так же не стоит оголтело прожимать все кнопки сподряд. Подходишь с заряженной пассивкой, атакуешь автоатакой. Осколки рассыпались, и теперь большинство противников начнут с контроля. Поэтому жмешь первый навык как самый быстрый по анимации, одновременно отходя в сторону и вбок. Такой мув позволит увернуться от автоатаки и направляемых навыков, но и это еще не все. Если рядом с местом нападения есть крипы или миньоны, то навыки с таргет-лок уйдут в них, разрядив противника. Таким образом можно разряжать, например, второй навык Эйдоры. А если от Эйдоры ловишь ульту, то получив урон от молнии, с помощью ускорения в маскировке получится увернуться от второй волны урона. Более того, скорость бега Эймана позволяет скинуть с себя ульту Хайбусы. Об этом баги я рассказывал в недавнем гайде на Хаябу, оставлю ссылку в подсказках. Итак, после хитрого мува ты обошел и наносишь еще одну или несколько автоатак, после чего уходишь в маскировку вторым навыком, также отходя в сторону и оценивая обстановку. Маскировка позволяет тебе очень быстро лечиться. Настолько быстро, что ее понерфят, я уверен. И вот, когда у жертвы примерно 30% здоровья, все кругом усеяно осколками, применяешь ульту. Еще одна фишка ульты, а от нее не увернуться, если у персонажа нет неуязвимости. И она поражает вторичные цели, которые рядом с жертвой. Тут тебе и трипл килл, и пента не за горами. Казалось бы, может уйти в маг урон, но урон навыками очень слаб из-за низкого процента магического бонуса. Хотя ульта еще может выдавать неплохой урон. Выход сделать упор на автоатаку, особенно на первые 2,5 секунды после выхода из маскировки. Кроме того, эти 2,5 секунды дают нам стаки с каждой автоатаки. Поэтому лучше начать закуп со скоростных сапогов и двух ножей. После чего собираться по плану. И переходим к сборке. Первая атака выхода из маскировки будет усилена. И первые 2,5 секунды наши автоатаки будут перезаряжать навыки. На этом и будем делать упор. Обувь возьмем сапоги-запинателя, дающие пробитие магическое. Райское перо позволит как усилить автоатаки, так и поднять их скорость. А мы помним, чем быстрее автоатака, тем больше осколков за время действия пассивки. Вдобавок, быстрая автоатака будет сокращать кд твоих же навыков. Теневые парные клинки сделают первую атаку из маскировки невероятно мощной. Буквально настолько, что атакуя подраненного тонкого героя лишь раз. Ты практически добьешь его и останется только ультануть. Поскольку стиль боя Эймана это попеременное применение навыков и автоатак, то грех не взять косу бедствия. Заодно она решит все проблемы с маной. Далее есть выбор. Взять священный кристалл. Он даст хороший буст урона, если у противника несколько бойцов с хорошим запасом здоровья. Или не толстые танки. Но если ты возьмешь палочку гения, то будешь быстрее убивать тонких героев за счет среза брони осколками пассивки. Последний предмет это антихил, если ты играешь с раконами, которые сами не догадались его купить. А тебе приходится разбирать соло жирных героев. Или если ты играешь с нормальными ребятами, то бессмертие, либо оракул. И тот и другой предмет сильно поднимут тебе выживаемость. Оракул это магическая защита и усиление исцеления. А бессмертие это физическая защита и шанс на побег после смерти. Благословление лесника я предпочитаю вампиризм. А эмблемы предлагаю раскинуть вот так, традиционно, через сгорение. Кайфушки. А обычно я не люблю играть за убийц. Игра за них мне кажется поспешной. Выскочить, вкинуть, отступить. Эймон же дает чувство неотвратимости наказания. Тем более, если наказать врага не удалось, можно легко уйти, используя маскировку с любого навыка. Сильнее ли он Гассена? Ну, сложно сказать. Тут кому как больше нравится. Но вот комфортнее ли Эймон? Конечно, да. А автоатаки, первый навык и ульта не промахиваются. Скорость передвижения дикая. Исцеление в маскировке вообще имба. Короче, всем советую поиграть и насладиться, пока не понерфили. И помни, всегда поддерживай мидера атакой на вражеский мид. На этом все. Поддерживайте видео лайками, репостами в своих соцсетях. Мне будет очень приятно. Удачных боев, котятки. Субтитры сделал DimaTorzok